Привет, Ютуб! И когда в сети появилась новость о том, что Инстаграм прикрыли из-за экстремистской деятельности, у меня просто случилась истерика с нервным смехом. Поясню. Сначала я вспомнила, как все эти годы нас в адовых количествах пичкали курсами о миллионерстве на Инсте, ну, из-за которых миллионерами становились только сами блогеры, да, которые продают, собственно, эти курсы. Итак, давайте я напомню вам, кем мы были. Инста-боссами, инста-экспертами, инста-директорами, инста-сторисмейкерами, инста-ассистентами, инста-спецами, инста-бложеньками, что бы это ни значило, мастерами инста-удалённых профессий и даже инста-логерами за 500 тысяч рублей за тариф с бложьей помощью. И всё это, представляете, в один момент вот так вот схлопнулось, лопнулось, как мыльный пузырь. Короче, люди остались без денег, без профессий, с головой полной розовой ваты о том, как легко и богато живётся онлайн. Это просто сюр-сюрецкий. Ну, а сейчас в мире инфо-цыган творится какая-то ржака-басака, если честно, потому что одни срочно наваяли курс антикризисных мер, как продвигаться в ВК, в Телеграм. Что же мы без вас делали-то, друзья? Наверное, и дальше бы листали бы мемы, да? Другие же за три дня освоили криптовалюту и продают консультации. Теперь миллионерство нас ждёт там. Пляшим, радуемся, таких курсов будет сотня. Ведь крипта – это так надёжно, так ненакладно. Ну, как марафон желаний или игра в покер, да? Третьи с удвоенной силой полезли в марафоны по продвижению на маркетплейсах. Хотя даже не все в курсе, чем отличается Озон от Амазона. Короче, и сидит какая-нибудь Мария Погребняк с брендовой сумкой в джете и пишет о том, как открыть бизнес на Валберес. Ведь именно так выглядит успех рядового продавца китайских трусов на ВБ. Куда теперь засунуть всю эту инфодичь? Правильно, в таргет ВК. Теперь там инфокурсов будет ещё больше. А вообще, как бы видно уровень экспертности вчерашних инстаспециалистов. Продают всё, что было можно скопировать и скинуть на сайт. Ну да ладно, прикрылось ведь не только инфоцыганство, да, которое эксплуатирует больные темы. Адекватные люди тоже остались без работы. Большие маленькие бренды потеряли миллионные каналы заработка и продвижения, в раскрутку которых они вкладывали бешеные деньги. Инстаграм, по сути, был не только местом для отфотошопленных задниц и лиц. Это был такой, знаете, нативный маркетплейс. И знаете, что самое прикольное? Что все до сих пор не понимают, как теперь пользоваться инстой. Но вокруг меня почему-то одни оптимисты. Типа, ой, да чё там, охваты упали на 20% всего лишь. ВПН работает, продолжим сидеть, рекламку будем продавать. А я говорю, ноу, ноу, друзья, инстаграму кердык. Всё. Короче, чтобы не быть голословным пессимистом, я связалась со своим юристом Софьей Жаляловой. И в сегодняшней нашей беседе вы узнаете, какое будущее ждёт экстремистский инстаграм, что будет с блогерами и брендами, и что теперь нам всем можно говорить и писать, а что нельзя. Но прежде, друзья, напоминаю, что Ютуб также остаётся под угрозой, а значит, наши с вами запасные полигоны – это ВКонтакте и Телеграм. Обязательно подпишитесь, там будет всё и немножечко больше. Ну а также я, как обычно, благодарю всех, кто поддерживает наш канал. Благодаря вам, именно вам, мы продолжаем работать. Всем большое спасибо, ну а мы начинаем. Софья, привет. Привет. Звоню тебе сегодня с вопросом по блокировке и запрете организации, то есть компании «Мета», в которую входят Инстаграм и Фейсбук, которые признаны экстремистскими на территории Российской Федерации. Компанию запретили, да, вычеркнули, но как быть людям и как теперь жить в новых реалиях, никому не рассказать. Так вот, что касается брендов, расскажи, пожалуйста, можно ли будет брендам и магазинам, как ты знаешь, да, Инстаграм всё-таки, это была площадка, которая, в принципе, была ориентирована на продажи, особенно для брендов и магазинов. Да, там закупали Таргет, вливались огромные бюджеты. Можно ли будет брендам и каким-то маленьким инстамагазинчикам закупать вот эту рекламу, да, и продвигаться в Инстаграме? Для начала я бы хотела сказать о том, что платформа «Мета», деятельность её признана экстремисткой, впервые на территории Российской Федерации коммерческой организации. То есть у нас не было такого опыта до этого. До этого признавались экстремистскими всякие религиозные объединения, общественные объединения, но с коммерческими организациями это впервые. И так как закон у нас не содержит какого-то чёткого регламента, и читая его, если честно, до конца ничего не понятно, мы, как юридическое сообщество, пытаемся ответить на все вот эти вопросы, ну, используя разум и логику. Больше того, я вам скажу, что сам прокурор, который выходил с подобным иском, и сама судья Тверского суда также до конца не понимает, как это решение будет исполняться. Но есть определённые чёткие критерии, что точно нельзя, и что точно юристы определили, и что как бы в принципе пока ещё можно. Вот, например, пользоваться через VPN ещё можно. Точно нельзя закупать таргетированную рекламу. Точно нельзя покупать рекламу именно у Инстаграма и Фейсбука, потому что это может квалифицироваться как финансирование экстремистской деятельности. Там штрафы до 700 тысяч рублей, лишение свободы на срок до 7 лет. Ну, понятное дело, что если магазин платит, закупил таргетированную рекламу, и после решения суда, что на 7 лет там никого не осудят, ну, в принципе, юридическое сообщество пришло к такому выводу, что всё, таргет запрещён. Причём я сейчас рекомендую удалить все рекламные кампании, которые начались ещё до признания деятельности мета-экстремистской, потому что у нас правоприменительная практика такова, что это блящиеся преступления может быть признан блящимся. Не важно, когда вы там пополнили свой рекламный кошелёк, не важно, когда началась эта рекламная кампания, важно, что после признания судом продолжают списываться деньги. А что касается закупки рекламы или как-то приобретения рекламы через блогеров? То есть сможет ли бренд обратиться к блогеру, который как бы разрекламирует его там товары или услуги? Честно, я пока затрудняюсь ответить на этот вопрос. В принципе, юристы пришли к такому мнению, что да, пока не запрещено. Но я лично рекомендовала бы также приостановить эту работу и приостановить эту деятельность. Почему я так думаю? Потому что если мы посмотрим шире, если мы, в принципе, будем следовать логике правоохранителей, Инстаграм теперь точно такие же экстремисты, как Свидетели Еговы, как Криминальное сообщество АУЕ. Много, в общем, в списке есть экстремистских организаций. Инстаграм туда же. И, наверное, логика Российской Федерации в том, чтобы не то, что запретить её здесь деятельности, не давать ей развиваться. А что её развивает? Это коммерция. Поэтому, как я думаю, что по-любому запретят любую коммерческую деятельность. Будет ли это преследоваться по закону? Как они будут определять, а что является коммерческой, а что является рекламой? А вдруг я просто посоветовал? А вдруг я просто порекомендовал? А если там в чёрную оплату была? А если в белую оплату была? Вот это не знаю. Ну, то есть, как это будет всё в масштабах огромного Инстаграма, пока непонятно. Но моё личное мнение, что любую коммерцию на этой площадке запретят, возможно, будут какие-то санкции. Пока ждём разъяснений. А у меня вот такой вопрос. Вот на тему, например, крупных брендов. Я недавно буквально разговаривала с своими друзьями-блогерами, которые достаточно оптимистично, позитивно настроены, и говорят о том, что, ну вот, слушай, сейчас вот давай подождём чуть-чуть. В любом случае брендам нужно рекламироваться, и они всё равно придут в Инстаграм по старой памяти. Но у меня возникает вопрос. Банально оформление документов. Давайте возьмём, к примеру, какой-нибудь крупный бренд. Давайте возьмём Яндекс, допустим. Яндекс часто рекламировался в Инстаграме. Они в своих документах при заключении договора должны указывать площадку, на которой рекламируется их продукт, и, соответственно, наименование работ. Каким образом они будут оформлять акты приёма, сдачи работ и даже договор на оказание услуг с площадкой, которая запрещена в России и признана экстремистской? Я думаю, что крупные бренды точно не вернутся на эту площадку. И, в принципе, нам, наверное, нужно признать тот факт, что Инстаграм умирает, и он в конечном итоге умрёт. И просто сейчас нужно как бы этот факт осознать и искать какие-то другие площадки. Потому что юристы больших компаний, они не понимают, как до конца трактовать участие в деятельности экстремистской организации. То есть продвижение своего продукта через площадку, которая признана экстремистской, это будет считаться участием в этой экстремистской деятельности или не будет? Под участием, в принципе, наши суды трактуют как действия, которые влекут продолжение или возобновление деятельности организации. То есть если вы способствуете тому, что эта площадка работает, функционирует, существует и продвигается, вы признаётесь участникам этой экстремистской деятельности. Знаете, ответ такой открытый. Возможно, да, скорее всего, а возможно и нет. Поэтому большие бренды больше не будут здесь рекламироваться. Ну и, соответственно, пойдёт отток какого-то дохода у блогеров, как я понимаю. Ну многие просто вот сейчас магазины, например, небольшие шоурумы, какие-то мастера, которые продавали какие-то свои там, я не знаю, какие-то там поделки поделки, да, в Инстаграме. Они такие локальные мини-какие-то бизнесы, именно мелкий бизнес, малый бизнес в России, который на самом деле сейчас убили. То есть вот они зарабатывали какую-то денежку, да, через Инстаграм, а сейчас, получается, уже перестанут это делать, потому что тупо, ну нельзя, не смогут. Тут, наверное, вопрос даже не в том, что можно или нельзя продавать, а вопрос, наверное, людей мучает в цене вопроса. Ну то есть нам на красный свет тоже нельзя переходить, да, но там, мы понимаем, либо нас не поймают, потому что сотрудников столько не хватит, либо цена вопроса 100 рублей. Если мы продолжим делать, хотя это, в принципе, не разрешено, что нам за это будет? Мы пока не знаем. Пока у нас прокурор, который участвует в процессе, сам до конца не понимает, что можно, а что нет. Мне кажется, если честно, они до сих пор не понимают масштабов Инстаграма, во что превратилась эта площадка. Это не просто как бы люди постят свою жизнь, да, это огромный бизнес, огромный просто сектор, не знаю, нашей даже внутренней, может быть, экономики до сих пор не понимают, поэтому разъяснений нет. Ну я, наверное, соглашусь с тобой, что крупные бренды не пойдут. Не пойдут в силу того, что просто не захотят даже портить свою репутацию. Понимаешь, всё-таки размещать рекламу, рекламировать свои услуги на запрещённой в России признанной экстремистской организации как-то звучит не очень. Но что касается мелких каких-то брендов, например, какие-то капсульные коллекции, одежды, какие-то, возможно, косметика какая-то российских брендов небольших, возможно, они и останутся. Вот на тему значка самого Инстаграма. Очень ведь многие организации развешивали эти значки буквально везде, на визитках, у себя на сайтах, у себя в рекламных публикациях, ну, везде. Как сейчас с этим быть? Это надо всё убирать, это нужно замазывать, это нужно делать приписочку, что она признана там экстремистской организацией. Как вообще в этом случае быть правильно? Демонстрация символики Инстаграма, Фейсбук запрещена после вынесенного судебного акта. То есть это наказывается административным кодексом, это административное правонарушение, там есть штраф. Если у вас логотипы где-то используются, Инстаграма или Фейсбука, их нужно удалить. Удалить с сайта, из меню, снять с двери кафе, где ещё обычно вот эти логотипы размещаются, убрать это со всех визиток своих, которые есть в публичном доступе. То есть если, например, у меня на Ютубе, есть ссылка на Инстаграм в описании под видео, и значок Инстаграм в шапке профиля, мне нужно это обязательно убрать. Убирать ли ссылки, я думаю, что пока нет такой необходимости. Но если где-то фигурирует, ну, например, в описании под этим роликом, Инстаграм такого-то участника, ссылка такая-то, переходите. Или Инстаграм такого-то бренда, ссылка переходите. Вот слово Инстаграм нужно помечать звёздочкой признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Вопрос. Тебе, как блогеру, проще удалить упоминание ссылок со всех своих роликов или делать на каждом этом ролике, грубо говоря, прикиску? Что касается других публикаций, у нас закон обратной силы не имеет, но что касается интернета, всё признаётся длящимся преступлением. То есть неважно, когда вы это сделали, или до того, как организация признана экстремистской, или после. Главное то, что это длится. То есть пользователь в интернете может до настоящего времени, когда это уже запрещено, найти, грубо говоря, эти логотипы, эти ссылки на ваших там каких-то страницах. Поэтому логотипы и ссылки даже с прошлых каких-то сетей лучше удалить. А по поводу вот скриншотов, ну, я думаю, что достаточно будет пометки под видео о том, где ты получил эти материалы. Ну, в общем, моё такое нерадужное мнение, я лично считаю, что всю эту площадку запретят. Инстаграм будут вычищать от продаж, потому что именно коммерция продвигает эту площадку. Государству не нужно, чтобы эта площадка существовала в России. Когда это будет? Какие будут за это наказания? Пока мы не можем ответить на этот вопрос. Но то, что нужно сделать любым пользователям, которые каким-то образом продают свои товары и услуги, это уже сейчас искать и создавать новые каналы продаж. Потому что когда наступит вот эта самая точка невозврата, либо когда одного кого-нибудь привлекут к уголовке, либо когда вынесут, ну, как бы, да, разместят какие-то официальные разъяснения, для того, чтобы вы уже знали, что у вас есть какой-то запас других каналов сбыта. Ну, в общем-то, надеяться на то, что Инстаграмом можно будет пользоваться так же, как раньше, зарабатывать на нем, это все иллюзия, и от нее нужно отказаться. Все сейчас любят за денежку раздавать прогнозы и способы продвижения в других соцсетях. Позвольте и мне высказать свой прогноз, но бесплатненько. Все ринулись в Телеграм, и вполне возможно, площадка начнет как-то там мутировать, да, чтобы привлечь больше рекламодателей. Ну, например, могут ввести сториз. Но если все останется так же, то реклама все равно не метнется на уровень инсты. Ведь здесь период не визуалом, а текстом. Даже название мессенджера Телеграм подразумевает короткое срочное письмо. И сейчас в ТГ в приоритете не большие бренды, а кликбейтные нативные рекламки по типу «Перейди по ссылочке, иначе от тебя откажутся родители и пропустишь годный слив». Многих блогеров здесь ждет, увы, забвение. Ведь отныне ваша жопа не выскакивает внезапно в ленте. Здесь у тебя вот такое вот полотнище, надо отлистывать, фасовать по папкам и целенаправленно к вам заходить. Люди, накрученные на гивах, в жизни это не сделают. Боты подавно. Большие бренды пойдут туда, где есть понятный таргет и красивая визуальная подача. А это, ну, например, ВКонтакте. Начну скупать тиктокеров, если платформа снова позволит публиковаться, и Ютуб, если тут не снесут к чертям. Инфокурсы станет сложнее продавать не только из-за отсутствия канала продаж, где можно было капать людям на мозги, да, какими-то постановочными сторис, картинками богатства, но и потому, что львиная доля этого успеха приходилась на сам Инстаграм. А кто ты без своего Инстаграма? Гений, миллиардер, инфобизнесмен. Из Инсты произойдет неминуемый отток людей. Сначала туда неудобно зайти, затем станет скучно, ведь блогеров и контента поубавилось. Потом не останется даже любвеобильных поклонников из арабских стран. Ведь ты перестала выкладывать туда фото, ну, потому что друзья не сидят и не лайкают. Некоторые, да, испытают ломку и найдут кумира в других соцсетях. Ну, а кто-то вздохнет с облегчением, ведь, наконец, получит долгожданную психологическую свободу от всех этих идеальных, успешных и невероятно красивых лиц. И как итог вернется в реальную жизнь. А какой путь выберете вы? Обязательно пишите в комментариях. Время, конечно, покажет. Ну, а мы продолжим работать в новых реалиях.